всем привет кино смотрим да так значит сегодня у нас 4 декабря последний наш месяц выполнить все планы и заработать за один месяц как за весь год как-то много раз обещали проверка звука плюсики поставьте пожалуйста так плюсики есть значит поехали тему я обозначил по не верифай отзывам потому что на данный момент у меня по крайней мере стратегии не верифай воду занимает главенствующую роль в плане запуска товара вот я хотел рассказать как обстоят дела на мой взгляд вот и как я делаю никому ничего не советую хотел еще раз в начале видео сказать о том что первое такие несколько тезисов первое то что карли делает так как ему нравится и ответственно берется на себя я рассказываю исключительно про себя как делаю я вы можете делать так может делать по-своему второй момент очень важный даже более наверное важно то что то что я сейчас рассказываю ту страты когда сейчас принимать применяю это я применяю сегодня вчера и позавчера то что я буду применять через неделю понятия не имею что произойдет потому что ситуация меняется глобально и очень быстро вот мы пристраиваемся мы подстраиваемся под варианты и я стараюсь постоянно об этом рассказывать невозможно успеть почему я так стал последнее время часто сам рассказывать потому что сейчас реально те люди которые торгуют которые реально работают у них нет времени на то чтобы заниматься вот этими всеми делами у меня тоже но мне как есть какие-то обязательства вот это это как бы веду эту рубрику поддерживаю так скажем вот так что что касается по ниверифайлзо мой старый партнер на данный момент многие знают о владимир на данный момент закрываем гарантию не принимаем новых заказов тестим новую новую я не знаю стратегии публикаций анализ и так далее потому что не хочется делать дрянь не хочется ну я могу сказать вторая публикация если период публикации гарантии идет это около нуля третье уже минус четвертое соответственно полный минус и никакого смысла не верифайлзо заниматься нет так же как и владимир так же как и я мы соответственно занимаемся продажами мы приоритета ставим то есть выбираем тот формат который приносит доход ну для себя мы можем до сделать 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 например на старте бус какой-то там и так далее но потом например эти отзывы идут или еще что нам не хочется рассказывать менять различные как бы сказать условия постоянно перестраиваться что мы просто не понимаем как это все происходит я сейчас на данный момент работаю с другими людьми у них не удаляются отзывы ну практически как раньше у нас вот так что кому нужны в принципе отзывы это не проблема но есть небольшой но так скажем но заключается опять в работе амазона то есть по отзывам не проблема то есть не верифайлзо без проблем делают гарантии не два месяца месяц принципе правила старые уникальный текст нельзя упоминать ни о каких доставках ну так все что касается товара нельзя сравнить себя там с конкурентами тогда то есть отзыв должен быть быть простым без упоминания бренда без всего то есть просто товар товар не подошел товар мне не подошел товар мне нравится не нравится размер там тогда все больше ничего вот вы не должно быть в идеале вот и когда люди многие пишут в отзыве что обалденно быстро доставили товара но фантазия понимаю не хватает нас платить или пускай не делал там пишет уникальный вот вот не трудно потом будет определить и по гарантии вам никто это делать не будет первый вопрос закрыли второй вопрос это как бы я считаю ну нормальная альтернатива вот стратегии меняются не верифая отзывы amazon ну сейчас чуть позже вот то есть в принципе все делается будут новые стратегия публикации все меняется вот сейчас на данный момент по гарантии по возможности делается некоторые гарантии аннулируются некоторые люди гарантии к сожалению завышают ну то есть проблем много как всегда их решает со временем постепенно публикации идут очень медленно какие-то публикации вообще тормозятся со временем чтобы после публиковать то есть поменялось все и не надо вспоминать то что было раньше но еще раз говорю на данный момент как минимум не знаю двоих которые делают которых ничего не удаляется и до этого и так скажем надеюсь и будущем будут удаляться но любом случае ничего постоянного здесь нет второй момент более так скажем негативный то что я всегда рассказываю то что на самом деле происходит как есть мне три дня назад заблокировали аккаунт я очередной новый аккаунт запустил мы туда запустили отличный товар очень много туда денег залили и я залил на память на этом аккаунте было 3 искаю 3 листинга я залил на эти листинги за час в течение часа по 50 отзывов и на другие свои аккаунты еще по 50 отзывов то есть все это в течение часа вот потому что те люди могут заливать больших количеств это было вот просто пять дней назад то есть мы залили по-моему там суббота может быть ну то есть меньше недели назад вот мы залили старая листинги ну какие старые там 2-3 месяца грубо говоря листинг никаких проблем не было но вы листинге не забанили раньше раньше проблем не было и по 700 отзыв ребята заливали никаких проблем не удаляют удаляют там несколько процентов все никаких проблем нет я тоже самое делал все до этого случай который я знал это как минимум 2-4 человек которые забанили ну как забанили сделали суспен потом написали письмо и их разбанили то есть люди дальше продают вот и человек действия знал за всю историю своей работы кому дали письмо о том что пальчиком погрозили вы там не можете логика какая была это внешний трафик его заливают я могу конкурентом залить без проблем то есть я могу увидеть какого-то жесткого конкурента залить ему 200-300 отзыв грязных и его забанят что за это то есть была такая логика я всегда рассуждал и когда мы со львом в понедельник об этом говори как раз я спорил по моему во вторник или среду меня забанили вот не забанили еще раз говорю просто приостановили продажи по аккаунту и написали напишите объяснение я написал объяснение у меня одного из ученика уже давно несколько раз за это дело наказывали потому что он еще более агрессивный чем я помним сразу же помог вот как хорошо когда такие ученики есть вот сразу написали письмо единственно amazon очень долго реагировал три ночи ну то есть трое суток я потерял товар на старте это там я не знаю там пятый седьмой день не знаю сейчас пытаюсь реанимировать то есть все делалось для того чтобы но это вот очередной раз споткнулись то есть этот самый худший момент когда ты какая-то проблема возникает документы я на 100 процентов уверен на 100 конечно 90 процентов вера на нас пожаловать то есть это однозначно тоже мочи на на четверку с минусом стартанули пятый седьмой день уже были на пяти аккаунтов уже там мы конечно волны заливали все как положено то есть ну пятнадцать-двадцать продаж был на пятый седьмой день неплохо то есть все принцип неплохо хорошо росли но вот такая ситуация закрыть вопрос так что имейте ввиду еще раз говоря такие ситуации это нервы это большие деньги но для меня лично большие деньги то есть на мы там вложили больше 30 тысяч долларов плюс вложили уже в продвижению на старт там несколько ну то есть в общей сложности больше 35 тысяч долларов и когда я все это делается аккаунт блокируется там типа туда зайти можно написано что вы денежки поколеть не можете пока мы там будем разбирать то есть это реально стресс так что все менте вида но пока до того как меня заблокировали как раз в этот момент заблокировал так принимает достаточно большое количество людей которых они на мне уже знакомые потом рассказывали именно по таким же проблемам вот именно за воду то что как мне еще верифай ни один не поступил меня заблокирует свечем за ней верифай хотя еще раз говорю всегда говорил о том что не верифай самый безопасный потому что нет цепочек потому что люди которых не удаляет отзывы они делают там на один аккаунт там 12 не цепочек но вот я зато впервые так чем это связано я всегда читал раньше связано блокировали тех людей которых плохие продажи у нас продажа 50 60 70 уже было то есть каждый день такие вот продажи был жесткий рост она заблокировали то есть соотношение отзыва с отношения продаж был достаточно нормально почему я делал 50 потому что менял стратегию это очередная новая стратегия мы меняли чтобы на году было с первого дня чтобы и писи было эффективно запускать ну то есть свои действия мы делали и по ним как бы двигаемся потому что все стратегии они не из пальца высваны они сидели там что-то придумывали а именно реально делаем 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 пробуем смотрим проверяем перепроверяем на себе то есть я говорю то что я делаю сам именно со своими аккаунтами так здесь все понятно то есть есть плюс есть минус сейчас на данный момент правил amazon меняется достаточно часто появляются такие ситуации что пишут даже не верифайшен этот аккаунт сделать отдых нельзя то есть мы считаем что это глюк но вполне возможно что amazon что-то перестраивать вроде уже нашли какие-то правила что больше десяти в день нельзя ну и так далее так далее то есть 5 10 в любом случае больше не надо эксперимента такие не нужно то есть я лучше пожертвую активным запуском но чтобы более спокойно то есть такой вот баланс все имеете ввиду по отзывам по отзывам я думаю вопросы зададите я постарался максимально раскрыть тему вот то есть думаю иметь ввиду то что мне сегодня несколько человек прошли по неверифай хотел сказать по услугам любые услуги у нас я сейчас отдал все они анна тюрнер она есть таблиц инструмента везде то есть по любым услугам обращайтесь к ней она любые вопросы вам закроет вот она в любом случае обратиться ко мне если мне каких то услуг нет то что я реально не справляюсь просто я передал не все все услуги по неверифая поверифаю там я не знаю но поверифай mys не мы просто не занимаемся то есть нас ребята занимаются эту же таблицу то что кто мне задает вопрос где мне взять верифай у нас есть проект x есть полнодруге групп там можно сделать платно бесплатно то на свой страх и риск, есть люди, которые занимаются оптом, вы им даете денежку, там, с какой-то процент, 5-6, там, долларов, 7-8, не знаю, когда-как, в зависимости от задания и от объема, и они решают все эти проблемы, они отчитывают перед вами ордерами, но за отзывами поскольку-постолку могут решить. Да, бывают проблемы с возвратом денег, но еще раз могу сказать, все эти люди, которые эти делают, они делают сотни тысяч отзывов, и в любом случае везде бывают всякие негодяи и так далее, и так далее. Вот, если есть люди, которые смотрят это видео или смотрели предыдущие, обращают и хотят поучаствовать в выкупах товаров, нам они нужны всегда. У вас есть знакомые, друзья, родственники, в Америке особенно там, вот, которые могли бы помочь, плюсы какие, помимо бесплатного товара, то есть вы получаете бесплатный товар, и понятно. Плюсы, если вы хотели торговать на Амазоне, ну, у вас будут идеи, то есть сезонность, товары и так далее, у вас будут идеи. Второй момент, не менее важный, это связи, это вы делаете какое-то одолжение людям, даже маленькое, даже вот супер микро, просто вам дают товар, и вы его купаете. Это в любом случае вам потом, я не говорю там про карму и так далее, вам те же люди, которые с вами работают, всегда так же помогут. Вот, как у меня есть некоторые люди, которые начинают вопросы, 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 так, между прочим, между прочим, и начинают с такими, один раз ответишь, потом уже 10 вопросов, ну, и пошло-поехало. И потом, я там в Америке живу, я там 5-10, я говорю, ну, вот возьми товар. А мне товар такой не нужен, а мне такой товар не нужен. Я говорю, ну, не нужен, ну, и крен с тобой. А потом просто смотрю, он там через месяц, ой, я вот товар привез, мне вот выкупи, помоги, пожалуйста. Я им тоже говорю, извини, до свидания. Вот, вот и все. То есть здесь, здесь в любом случае все наше сотрудничество, это симбиоз, взаимовыгное сотрудничество. То есть если ты к человеку хорошо отношишься, тебе всегда помогут, пускай даже не пропорциональны, но если ты вообще ничего делать не хочешь, с какой радость тебе вообще будут помогать? Просто вот есть люди, которые просто обнаглевшие, по-другому не скажешь. То есть которые никому ничего не хотят делать, ну, вообще элементарно. Вот, ни в чем. Ну, зато когда у них какие-то дела, они просто там взорвут весь интернет и все остальное. Так что в любом случае имейте все в виду, вот эти все действия, вот эти все действия, они, так сказать, не имеют обратную силу. То есть вы сделали хорошее, вам дали хорошее, вы сделали гадость, вам сделали гадость. Вот и все. Вот, так что по этому поводу. Мы работаем всегда, вообще я не знаю, то есть у нас команда, как бы кто-то может там отдыхать будет, кто-то кого-то заменит. Вот, проблем никаких вообще нет. Вот, так что по поводу этого вообще даже спрашивания надо, я не знаю. У нас не бывает вообще выходных. Мы, конечно, обычно люди, не роботы, но в любом случае друг друга заменяем. Есть еще, кстати, вопрос, такой тест-опрос. Я хочу написать его. Это связано с тем, нужна ли группа поддержки. То есть вот сделать, создать там, я не знаю, скайп-чат точно не будем делать, то есть никакой мессенджер, а именно фейсбук-группу, чтобы организовывать какие-то вопросы и их закрывать. То есть на данный момент это все автоматизирует. То есть те консультации, которые, наверное, за месяц, у нас, они значительно подорожают. Подорожали в первую очередь не сошь мы денег, тем более заработать. У нас реально там людей раз-два и обчелся. У нас нет потока, там, я не знаю, каких-то, то есть это не то. Мы работаем индивидуально. Индивидуально не подразумевает потока. Никакого вообще. Вот, просто я вижу, что качество падает, когда у меня там 20-30 звонков в очереди стоят. Это не нормально. Во-первых, я устаю, Женя устает, мы не можем нормально помочь и, соответственно, качество падает. Это первый момент. Второй момент, мы тоже люди, мы не можем все время работать. Вот. И самый главный момент, мы продаем товары. Невозможно сосредоточиться на продажах товаров и обучениям. То есть мой подход, Женин подход, как я понимаю, за него не могу сказать, но в любом случае, мне так кажется, это мы делимся информацией, актуальной, в данный момент. И занимаемся индивидуально с вашими товарами, индивидуально с вашим вот ассортиментом, там, я не знаю, подходом, бюджетом и всем остальным. Все, больше ничего. Всю информацию, которая есть, я всегда говорю, то есть, в онлайн. Потом что еще? Вот. То есть сейчас на данный момент вопрос. То есть такой простой вопрос, насколько это интересно. Анна работает. Вот. Вопрос, связанный именно с тем, нужна ли отдельная группа платная, в которой будет, я там соберу, сам буду отвечать на вопросы. Женя, там еще несколько человек, может быть, там одного-двух, никаких-то, там, я не знаю, левых товарищей непонятных, а именно известных ребят, которые сейчас на данный момент, так скажем, не систематически где-то проявляются, многие их знают. Вот. Ну, даже просто взять меня, там, Женю, например, там, Дениса Сулимичка, может быть, там, или еще кого-то. Вот. И, соответственно, ежемесячно за это платить, какие-то есть вопросы, и постоянно их задавать, то есть писаном виде. И второй момент, что здесь может быть, это еженедельный созвон, то есть решение вопросов, накопившийся по общим темам. Но этот созвон, просто он у меня и так по группе по обучению, он и так всегда происходит. Вот. То есть у нас как бы это все отлажено, это, я считаю, суперполезная вещь. Вот эти все информации, если здесь я рассказал, то там они уже узнали намного раньше. То есть все вот это вот, все-все-все-все микромоменты, они намного раньше. Мы там разговариваем голосом, то есть там 100-200 человек. Ну, на данный момент у нас зум на 100 человек. То есть любой вопрос, любой, так скажем. И общаемся между собой. Плюс у нас есть скайпчат отдельно, например, плюсовка-минусовка. То есть мне надо товар, например, заминусовать, заплюсовать, и нет проблем. То есть вот это вот сообщество, я понимаю, что здесь большое, крупное сообщество, которое очень сильно, я считаю, многим помогает. Многим, конечно, наверное, неинтересно уровень, не то там слишком высокий, слишком низкий, там, не важно. Вот. Но то, что мы делаем отдельно, это вот именно весь смысл именно сообщества профессионального уже, потому что в группе все равно огромное количество людей, которые Amazon занимается непрофессионально или по-своему. Вот. А у нас как бы чуть-чуть так. Вот. Я тогда напишу, в принципе, опрос. Я не хочу сейчас просто ничего писать, потому что это самое, что интересно, это можно сделать и по дропу, и по привату. У меня друзья, что там есть, что там. Вот. У них, у многих нет возможности, нет возможности постоянно консультировать. То есть все это в таком, как это сказать, ну, я даже не знаю. То есть у нас такой подход, не систематичный, так скажем. То есть каждый, например, консультирует, что-то каждый делает. А здесь как бы сообщество, в котором можно еще объединить и другие действия. То есть те же минусовки, те же там, я не знаю, полезные действия. То есть вот мы просто общаемся, делаем, общаемся, делаем, потому что я на самом деле, у меня не было цели создать какой-то супер там. Вот эта группа такая, вот эта группа такая, это 10 тысяч заплатили, этих больше, у этих оборот такой, а именно все вместе. Вот. Потому что мне нужны активные. А продавец, который активен, который грамотный, умный, он, неважно, что у него один товар, на 5 тысяч, он может быть через 3 года станет и на 500 тысяч. Я реально в Амазон вложил, реально вот, вот я вложил 3 тысячи долларов всего. Оборот вы мои видите. То есть у нас сейчас оборот там под сотню. Вот. У кого-то кто-то больше. Дело не в этом, дело в знаниях, дело в том, что, как и почему все это делают. Кто вкладывает большие деньги, они тоже, у них свои знания. У всех своя специфика. Вот. И из-за этого можно много-много чего делать. Вот. Обменить с этим информацией. Вот. Потом, значит, что еще. Поэтому я напишу вам, я напишу людей, с кем я переговорю, кто может там участвовать. По ценнику, по ценнику я планировал это где-то месяц 200 долларов. Вот. И по дропу, и по привату. туда я закину еще доступ к таблице, пока мы вот только это все будем начинать. Но если интересно, потому что я сейчас доступ к таблице, именно жирных ниш, которые мы статистику ведем, для выбора товара, мы ее как бы отдельно продаем. Здесь я просто ее бесплатно отдам, да и все. Потому что на самом деле затрат, затрат я на нее не несу. Вот. И за это я себе могу позволить для тех, кто, например, там, мы это будем делать, там, ну, например, я не знаю, там, с начала января. То есть сейчас кто вот запишется, кому будет это интересно, напишите мне в личку, я не знаю, как это все будем делать. Я в любом случае статистику напишу, потому что надо обязательно персонально, кто именно там будет отвечать на вопросы. То есть это будет я по-любому. Будет Женя, сейчас с остальными пообщаюсь просто, потому что Жене я уже год отработал, я за нее могу уже говорить. Вот, с остальными ребятами, то есть надо уже поговорить. То есть это какой формат? Это формат. Не надо рассчитывать, что если там написал, то есть мы будем в письменном виде отвечать. Это не надо, и дополнять видосами. Потому что мы сейчас пишем видеокурсы, как бы, то есть чтобы это все опять же систематизировать и сделать именно в таком формате общие ответы на вопросы и соответственно четкие, 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 четкие видосы. Потому что видосы закрывает реально 70%, 80%. Здесь осталось только личное общение в плане выбора товара, личное общение в плане решения проблем и личное общение в плане запуска товара, чтобы был контроль. Вот, не более того. Вот, ну мне так кажется, по крайней мере. Да, ну вот, Ян, я абсолютно согласен. Вот, Дениска уже в теме, так что у нас уже трое, сто процентов. Вот, созвоним с мессием, просто вот я говорю, то есть, вот у нас уже в любом случае, то есть, по группе поддержки это будет Дениска, я, Сулимчик, соответственно, Денис, я, Женя, то есть, нас как минимум трое. Вполне возможно, еще четвертый будет человек, я просто с ним договорюсь, как получится. И сейчас говорю, цели нет. Обязательно, что там, коммерциализация или кто-то там, что-то денег заработал, но систематизировать вот эту вот схему нормальную делать, где, где понятны, понятны ответы, вопросы и все остальное, мне кажется, в этом есть. То есть, мы как бы уже созрели, это все есть, уже люди есть, это, не будет никаких помощников, никаких вот этих вещей, если будут приходить люди вместо нас или еще что-то в будущем, это исключительно те люди, которые знают не меньше нас. Это сто процентов, у которых там, я знаю кабинеты, у которых я знаю продажи и все остальное. Ну мало ли что случится, потому что, ну может быть такая ситуация, что вообще нет ни сил, ни желания заниматься обучением, но это нормально. Обучение, я еще говорю, я начинал с обучения исключительно самообучаться, набирать опыт, 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 я еще не наелся. То есть, я с удовольствием запускаю чужие товары, но постепенно, я просто сам по себе вижу, что уже в любом случае интерес от такого, я не горю, как раньше, то есть, я не могу, например, в день прогнать, как раньше, 50, 60, 70 звонков. То есть, просто сил нет, потому что мне надо, как сегодня, вот у меня, например, там разбанили мне аккаунт, мне надо решить проблему. Кто мне выкупы, волны сделает, потому что мне надо срочно. Кто мне там еще что-то сделать, кто это, то есть, я пока это сделаю, прошло 3 часа. Пока я с этим зазвонил, с этим зазвонил. Просто это нереально. Вот, за это я могу там двоим, троим, четверым ответить, то есть, естественно, созвониться, естественно, все это решить. Вот. Так что, вот такая вот история. Интересно, рассматривая сложные кейсы, но это мой проект, Денис, мы уже с тобой говорили, мы постепенно перестраиваемся именно на проекты, то есть есть собственный товар, есть, соответственно, обучение. Обучение – это огромный потенциал даже не то, что обязательно, это именно обучение, это именно больше сообщество, сообщество единомышленников, из которого нельзя уйти, из которого не могут выгнать, из которого нет никакой разницы, ты общаешься на рамах со всеми, то есть там, я не знаю, клуб какой-то там и так далее, поинтересно. Вот, формат на данный момент такой, он будет в любом случае меняться. Те люди, с кем я начинал, я не знаю, год назад, больше года назад, они также там и есть, просто вопрос, кто-то может быть закончил, кому-то может быть это неинтересно, но в любом случае, кто-то живет где-то далеко, вот то есть там, часовые пояса неудобно, но в любом случае, со временем ценность растет, даже вот я говорю плюсовка-минусовка, я забот не знаю просто, я выкидываю и у меня сразу эти минусовые мои отзывы, которые у меня там, верифай не верифай, они сразу вниз уходят, то есть там 10-20 человек. А вот у нас сейчас в скайп-чате там, где-то 150 человек, по-моему, примерно, а в группе минусовки человек 30-50, то есть даже вот уже, то есть я скинул 30-50, там, Амазон 10 пропустил, все, у меня все вопросы ушли. То есть мне не надо никому деньги платить, ничего. Да, я понимаю, там, товары показали и так далее, но мне кажется, это более правильно. Вот, плюс какие-то, да, мы с Денисом какие-то фишки туда накидаем, в любом случае дополнительно, потому что в начальном этапе надо этот проект запустить, чтобы была себестоимость, чтобы люди там сидели. То же самое, что подробно. У меня есть тоже также друзья, которые там продажа не меньше, там, 50 тысяч в месяц, вот, то есть все знаю, там, я не знаю, тоже можно. Именно никакого обучения, это вопросы на ответы. То есть есть какая-то проблема, тут горит, надо такой вопрос, надо такой, надо такой, и невозможно там раскрыть вопрос, как запустить дроп или как запустить приват лейбл. Но это все есть, там ничего такого нет. Здесь есть именно смысл отвечать на горящие вопросы. где найти эту информацию, где найти эту информацию, какая лучше там, я не знаю, почта, какой лучше рассыльник, надо ли вообще его запускать, не надо ли. Вот, мне вот повезло, у меня таких вопросов, если есть, я просто звоню друзьям, они мне просто говорят, надо вот это, они мне звонят, я тоже сам говорю, что я знаю. Ну, у нас специалист по хелпу, это Денис Уримчик, я не знаю, вот, я по крайней мере, вот, всегда по вопросам, связанные с правилами Амазона, любыми хелпами и всем остальным, даже просто голову не забиваю. Есть направление PPC, но это, я говорю, по обучению мы в любом случае будем трансформировать курс, то есть мы уже видео пишем, то есть у нас будет полноценный курс, это, ну, это в следующем году. Вот, и там как раз будут разобраны по блокам, но там чуть по-другому. Вот, но вот группа, группа, это в первую очередь я хочу создать массовость, хочу создать такой клуб интересующих людей Амазона, в принципе, вот, надо смотреть на каких условиях, как это будет выглядеть. Вполне возможно, что мы будем брать продвинутых продавцов туда, которые будут отвечать на вопросы, они не будут, например, с этим деньги зарабатывать, но они будут в этом отношении помогать, но они получат какие-то другие, эти, как их называть, вещи, там, доступы какие-то, которые у нас есть, которых у них, например. Я не знаю, просто, пока это трансформируется будет, но если интересно, в любом случае, пишите мне в личку и подумаем, то есть посмотрим, как это будет выглядеть. По людям я определюсь, напишу в любом случае пост, мы как бы между собой по этому поводу пообщаемся и напишу, кто там будет на старте всем этим заниматься, вот, то есть три человека это точно, потому что я уже Денис подтвердил как раз, не смог всем Денис зазвониться. Вот, посмотрим, может быть четверо будет, я думаю, на старте этого за глаза людей, я не думаю, что у нас там будет 100 человек, потому что большим количеством надо заниматься, надо привозить, у нас здесь 116 человек, дай бог бы человек 20 набрать, думаю, 20 человек мы сможем втроем даже спокойно ответить на их вопросы. Вот, то есть это что такое будет? Это будут вопросы-ответы, обычные, стандартные вопросы, что надо делать в конкретной ситуации. Вот, мы будем также, например, как надо сделать это, кто лучше PPC занимается, кто лучше, то есть мы не будем вот именно в таком формате, формат, вот, общие вопросы будем один раз в неделю со звон, голосом и я еще вот в эту как бы вкину однозначно, то есть дам таблицу с доступами, чтобы люди полегче было стартовать и чтобы было легче искать товарном азоне. Ну, мне так кажется. по крайней мере кто у меня его брал, по обучению уже год прокатили мы, вот, но еще никто не жаловал. вот, я думаю, теперь, наверное, надо вопросы какие-нибудь. вот, теперь по вопросам, то есть по неверифай я сказал, по старту я могу посоветовать 5-10 максимум неверифая однозначно, вот, аккуратно, по одному, я не знаю, кто делает, мне кажется, это вообще галиматия, все прицеплялки, все связанные вещи с объединением вариаций абсолютно так же работает, ничего не изменилось, все работает, просто, на мой взгляд, это просто не в первый день, то есть через месяц, не раньше, и я бы еще посоветовал это делать постепенно, потому что мне кажется, основная причина вот этих всех проблем – это жалобы конкурентов, если мы растем постепенно, ну, то есть, я не знаю, там, в неделю, там, прибавляем, там, ну, 7 дней, по 10-70 отзывов, ну, по 30-50 там отзывов в неделю прибавляем, это нормально, то есть месяц – это уже 200 отзывов, 4 недели по 50, да, 200 отзывов, для дропа нет, не нужны, дропа – это вообще другая история, я просто, в принципе, сказал, может, кому-то по дропу интересно, то, что ребята есть, кто обучением занимается, я говорю именно про поддержку, то есть по поддержке, по всем вот этим моментам, то, что, ну, реально, друзей мне достаточно, я за них точно могу сказать, что они профессионалы в этом деле, то есть надо в любом случае разговаривать, это никакой ни курс, ни обучение, ни что, это просто поддержка, то есть это есть вопросы, есть ответы. Группа большая, вопросов много, они улетают, кто-то их решает, кто-то не решает, кто-то ко мне обращается, я свое имя пишу, чаще бывает отвечают на эти вопросы, но часто это пролетает. Вот, ну, то есть есть любительское отношение, есть профессиональное, то есть, ну, как бы вот такой вот подход. Это никто не знает по поводу, сколько мне верифай, соответственно, одному верифаю, понятия не имею, я это еще раз говорю. Смотрите в начале ролика, все меняется на Амазоне, то есть сегодня, что я могу сказать, завтра все изменится. Раньше, раньше 1 к 5 был, потом 1 к 10, потом вообще никак. Я могу сказать свой опыт месячной давности, мы залили на товар, который был где-то под 100 отзывов, нам надо было поднять звезды, у нас было 4-2 звезды, мы залили 100 не верифаев, 4-2 как было, так и осталось, но если на старте ты заливаешь там 10, 20, 50 не верифаев, звездочки как были, так и есть, те же самые 5 звезд будет, даже 1 не верифай. И когда придет верифаевский негатив, он будет срезать так же, как будто все было верифаевно, ну, то есть там 50 к 1 верифаев, не будет такого, что хоп, и у вас 1 звезда или там 3 звезды, но такого не будет, тоже будет 4 идеи. Так. Нет, со всех нулевых мы будем консультировать, я еще раз говорю, дело не в консультации, личные консультации там у Дениса есть, у меня есть, я их не люблю вообще в принципе, по часовой консультации это чуть-чуть не тот формат, который я вижу, мне интересен формат, даже вот я обучение поменял полностью, вообще полностью, обучение, чтобы я участвовал вот до конца, до самого. Чтобы я пережил вот весь этот, я получил вот этот весь опыт, человек получит выгоду от того, что я с ним буду идти, ну и не я только, а все мы, кто занимается вместе мы, наша команда, мы получим тот опыт, который получит человек, то есть помимо денег, которые мы заработали, мы получим этот опыт. и самое важное, человек также получит вот это вот, ну то, что мы вместе это делаем, то есть в любом случае это опыт тот, который есть в данный момент, то есть мы используем, используем, будем именно используем то, что на данный момент работает у нас, или сработало у кого-то, или сработало то, что у меня часто бывает одинаковые товары запускают, но в любом случае мы их все равно пытаемся развести. вот, то есть мы как бы со стороны на это все смотришь, и где-то здесь какой-то ошибки взял, исправляешь постоянно. То есть весь смысл, я убиваю двух зайцев, и человек двух зайцев убивает, то есть он эффективно максимально тратит деньги и получает настоящий запуск, и я получаю опыт его, то есть опыт этого товара. Совсем нулевые, есть вопросы, ну например нужен там осин код, там на клей, там на баркод и так далее, вполне возможно, что будем просто видосы давать, то есть мы сейчас будем смотреть, то есть например какие вопросы задавать, это тоже надо систематизировать. Нельзя отвечать на глупые вопросы, даже не глупые, а просто человек знает и не знает, отвечать постоянно одной и той, правильно? То есть есть вопрос, надо какую-то ссылку на эту систему завести, но мы это будем базу набивать. Сейчас на данный момент цель вообще в принципе это начать, вот, потому что год как бы кончается, надо к чему-то дальше переходить. В том году я перешел именно отличной консультацией, мы сделали формат Жени, а тогда и Денис как раз к нам пришел, но потом мне там по своим обстоятельствам ушел он. Вот сейчас как раз он ровно через год вернулся, то есть у него он уже готов, ему не надо ходить на работу, он теперь полностью отдался Амазону. Я отдался с самого начала, все по-разному в всех ситуациях складывается. Вот, и получается мы в прошлый год как раз это запустили, ровно год мы уже профессионально этим занимаемся. Есть уже опыт, как у меня спрашивают, у нас видосов просто каждую неделю мы записываем видосы по 2 часа, но это просто их невозможно уже посмотреть. Я не планировал, что так будет это все развиваться, но получается так. Сейчас мы на данный момент просто перестраиваем весь этот формат, ну вот, потому что действительно интересно создать команды в первую очередь, которые заниматься бы крупными проектами. Вот, они, а все остальное, все остальное это формат обучения с корректировками, то есть личными, то есть как сказать, я не знаю, там раз в неделю, например, созвон. Подготовили все вопросы, вот, подготовили все вопросы, вы экономите наше время, мы экономим ваше время. Новые сосредоточились, все что не знаете, все собрали, рассказали, ответили. Системные общие вопросы, что не касается конкретно вашего товара, на общем созвоне. У нас там и по 2 и по 3 часа эти созвоны идут, там вообще вопросы вообще никаких нет. Так, кстати, Sales Hub, есть такая услуга, консалтинг стоит 200 в месяц, обещает отвечать на все вопросы. Ну вот, соответственно, они идут тем же путем. Я, в принципе, не знал про это, мне, в принципе, без разницы, чем они занимаются, у них своя тема, у нас своя тема, у них своя группа, у нас своя группа, у них же там есть свои группы, которые уже люди по 2 штуки заплатили. Вот, то есть еще какой-то консалтинг. Ну, как бы тут в любом случае это нормально, каждый выбирает свое. Я считаю, Sales Hub это больше схема работы внешний трафик, набор новых людей, то есть те люди, которые именно бизнес в Америке хотят, там я не знаю, бизнес в заработках, долларов там и так далее. То есть мы чуть-чуть, ну точнее мы совершенно разные в этом отношении, формат у нас совершенно разный. у нас, потому что в основном, я не знаю, как это правильно сказать, чтобы никого не обидеться, но в любом случае у нас формат другой. К нам приходят люди уже заряженные, которые уже прошли эти курсы. В основном так. Вот. У нас вообще формат даже, просто даже если на то пошло, у нас формат абсолютно разный. У нас формат открытый, там закрытый. То есть это как Apple и Android, я не знаю там, или еще. Ну просто мы совершенно разные. Ну еще говорю, мне кажется в первую очередь разница в том, что люди реально, они набирают, они вообще двигают эту тему. Они молодцы. Вот. Они приводят сюда новых нам клиентов. То есть они проработают их, а потом они приходят к нам. Вот. То есть мы как бы закрываем разные ниши. Пока на данный момент мы никак не пересекаемся вообще. У меня новичков практически нет. Я думаю и те, кто вообще консультирует, те продавцы, которые консультируют, чаще всего у них так и происходит. Мне кажется. Павел, я откуда про консалтинг знаю, купил курс, посмотрел все видео и ничего не понял. Но опять же еще раз говорю, карты по-разному. Я, например, я не могу видео смотреть, ни видео, ни о чем. Я не люблю печатать. Я думаю, все, кто меня знает, все, наверное, со мной же по телефону, ой, поэтому по скайпу пообщали. И группу эту я начинал именно с личного общения. Я не могу общаться, переписывать. Я не умею писать. Я не люблю знать и ставить при пинании и вообще. Вот. Я больше... Приходят самые удачливые, наверное. Так, значит, по вопросам сейчас тогда. Артур, Денис, ты ведь занимаешься private label, а для направления дропа будет кто-то из своей команды? Да, конечно, конечно. Я и говорил. Просто друзей реально много. На самом деле, публичных людей очень мало. Вот. Очень многие просто работают. Им это вообще не надо. Не любят на камеру. Меня жить заставило. Я не диктор, не умею разговаривать, не умею показывать что-то, рассказывать эти, как powerpoint, что-то печатать. Мне проще отвечать на вопросы перед любой аудиторией. Я не боюсь сказать, что я это знаю и я это не знаю. Я пойду и книжку прочитаю или людей спрошу. Я знаю, по крайней мере. Я больше как такое связующее звено, хаб какой-то, который просто знает много людей. То есть, если есть проблемы, я знаю, к кому обратиться. И то я далеко не могу все вопросы решить. Мы растем. Просто вот я говорю, вот мой ученик мне помог. Он в этом отношении лучше меня разбирает. То есть, я ему помогу, он мне поможет. То есть, мне кажется, в этом есть кайф вообще на самом деле. То есть, и чем мы мощнее будем, то есть, из-за этого я пытаюсь организовать. То есть, здесь есть сообщество, но здесь очень много людей, которых я не знаю. А там сообщество людей, которых я на 100%, ну, знаю по работе. И они меня знают. То есть, мне легче там работать. Вот. И за это мы и делаем это сообщество. У нас там есть 150 человек, грубо говоря. Хотелось бы их полторы тысячи иметь. Но не бревна, которые запуститься не смогли, которые, я не знаю, заработать не смогли, которые озлоблены или еще что-то, а именно те люди, которые, у которых квалификация растет постоянно. Вот. Ну, это вообще крутое мое. Ну, и опять же еще говорю, у нас открытое сообщество. Все друг к другу заходят, приходят разговаривать в личке там, где угодно. Разделений нет. Ни курсы там, у нас нет ни курсов, ничего не будет. То есть, у нас зашел сегодня, захотел сегодня начать, сегодня начал. Я против вот этих месяц ждать, два месяца ждать и что-то там, готовиться к чему-то. Вперед из песни. Вижу цель, не вижу преград. Так, 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 так. А вы делаете услугу? Склейки отзывов. Да, делаем услугу, склейки отзывов. Все вопросы по услугам Кане. Анна закрывает все вопросы. Над видео я потом скину ее в Skype. Просто я реально не справляюсь. Если какие-то вопросы не по услугам, я так же всегда, как был на связи, так и остался. Но услуги я потихонечку отдаю. Вот, в принципе, не потихонечку, а она забрала вообще все услуги. То есть, это мой помощник. То есть, все вопросы к ней есть, какие-то к ней претензии, обращайтесь ко мне. Про совсем нулевые. Будем консультировать в любом случае. Нулевой нулевому розе. Если человек пришел и он от торговли вообще понимания вообще не имеет, это одно. Он, например, всю жизнь бизнесмен. Он не нулевой вообще. Он вообще не нулевой. А если человек, который там пришел совсем из другой специальности, да, с такими тяжело работать. Здесь сложно. Ну, в любом случае, я же не могу отсеять. Я сейчас скажу, мы не будем нулевых брать. Вы придете и скажете, я не нулевой, а будете задавать вопросы. Будем надеяться, что это формат будет всем полезен. Посмотрим. Я затрудняюсь сказать. Я не буду писать тексты там, я не знаю, необъятные. То есть, это будут простые вопросы, простые ответы. Какие-то советы о перенаправлении и так далее. Потому что, например, как написать там письмо по суспенду там или еще там, я не знаю там, где сертификаты взять. То есть, бах, вам дали сертификационную лабораторию. Бах, вам дали там тот и тот. Если не дали, то мы пойдем будем искать и спрашивать. То есть, весь смысл в этом. Я даже, мне самому интересно, потому что, когда будут эти вопросы, мне надо будет отвечать, мне надо будет самому искать. этим заниматься. Так, вопросы, есть еще вопросы. Вот, потому что мне раньше это предлагали там форум сделать, предлагали там телеграм и так далее, но просто мы были не готовы, то есть потихонечку к этому идем. Медленно, 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 медленно к этому идем. Вот, и за это как бы год заканчивается, надо подытожить, что мы сделали, чего добились, чего не добились, какие были планы. Я вот Европу хотел, помню, в первую очередь я Европу хотел поторговать, но когда мы начали торговать уже плотно сами в Америке, я понял, что мне никакая Европа сейчас не нужна, вот, и в Европу я только пойду в одном случае, когда у меня будет действительно команда, когда просто будешь давать задания людям, они это будут делать. Сам я уже до Европы точно не дойду, я чувствую, потому что оно не стоит того, столько времени тратить, я в Америке не успеваю запуститься, то есть не получается, не хватает сил. Я с Аней вроде разговаривал, вроде она на связи, ну я у нее спрошу, я еще раз говорю, в любом случае мы не роботы, и я могу не отвечать. Ну странно, что она не на связи, так что это, я вам не обязательно узнаю, в любом должна была быть. С пятницы не может такое быть. Так, Елена, сколько времени занимает найти товар в закупке за 1 доллар, который мы продаем? Я таких товаров вообще не знаю, у меня вот сейчас товар, например, самый дешевый, который вот бестселлер стал. Это я его сторговал после того, как начали продавать месяц там по 10 тысяч штук, ну закупать. Ну что-то такое, в 2 тысячи недель, короче, я закупаю, то есть 8 тысяч, значит, 8 долларов, ой, 8, 80 центов и 8, 0 и 8 центов за упаковку, за штуку, это мы отдельно заказали, опять-таки на охват положили, вот 88 центов с доставкой, по-моему, доллар 46, то есть никак не доллар, и я продаю по доллару 99 в ладошь хлопаю, а по 30 долларов, кстати, я по 30 долларов сейчас поставил, да, ну у меня он там доллар 90 с чем-то получается, этот товар тоже бестселлер, ну так получилось, что 2 товара, 2 бестселлера, я еще, по-моему, в Минске был, как раз Сергей Лобасевич рассказал про бестселлер, как его получить, как это вот, я, у меня тогда они не были, ну вот сейчас стали обувь бестселлерами, настоящими, не просто где-то там что-то я мудрил, потому что я вообще против этого всегда говорил, вот, они на своих категориях, но они не доллар стоят, вы, наверное, просто именно по мне это говорить, вот, ну да, один товар я уже по 29 поставил, но просто я чувствую, что я в AutoStop могу лезть, потому что он реально резко стал продаваться, я ничего особенного не делал, то есть да, ну много чего делаю, я делаю оптимизацию листинга, я делаю, изменяю фотографии, что-то еще, ну не более того, какой товар вы продаете, но это мне кажется, во-первых, все, кто по обучению, с кем мы вот работаем плотно, все вот эти вот в той группе все знают, вот, но я честно могу сказать, оно вообще не имеет никакой целевой нагрузки и по, по, по конкретно, по знаниям даже, будучи, знаючи мой товар, это вообще не имеет значения, вы откройте сейчас любой товар, где он является бестселлером, найдите товар по 20, по 30 долларов, вот он вам бестселлер, как и раньше какой-то мой товар или какой-нибудь обдулый, ну вообще никакого значения не имеет, просто надо подход менять в принципе, из-за этого, когда вот эти разговоры были, я товар покажу, не покажу, мне кажется, это больше было просто показать нечего, вот и все, я сейчас на данный момент показываю вот эти вот скрины и начинаю сам уже задуматься, зачем я это делаю, вот, потому что получается какая-то это самое, на больше хвалишься как-то это самое, неправильно, просто раньше были вопросы, вот, ноябрь месяц того года, если посмотреть, вернуться в группу, только ленивый меня не пинал, вот, потому что у всех есть свое представление, есть свои какие-то такие, как это называется, люди, которым они доверяют, средний окост 30 процентов мне сейчас на данный момент на тех товарах, бюджет по-моему долларов 500 на каждом, на автомате, на мануале, но еще раз говорю, я в рекламу, мне Сергей помогает конкретно по этому товару, вот, он там настраивает 30 процентов окост, 31, что-то такое, я даже не помню, вот, бюджет просто не ограничен, вообще, в принципе, что там еще интересно, подрезаем потихонечку, ну, ну, это там, я не знаю, по-моему, это процентов 10 от оборота максимум, ну, то есть он не принципиален, для меня PPC чуть в другом направлении, я PPC сейчас, короче, PPC для меня, я не понимаю, когда PPC учатся, ну, вот, реально не понимаю, ну, если ест на этот спрос, почему нет, мы тоже будем, наверное, обучать когда-нибудь PPC, то есть руки до него не дошли, я его никогда даже не вникал в плане обучения, потому что, ну, пользуемся, ну, делаем, есть ребята, которые это делают классно, вот, но я никогда его в главу угла никогда не стал PPC, ну, я просто не понимаю, зачем, PPC это такой же инструмент, как и другие, то же самое, что я курсы буду по отзывам делать, отдельный курс по набору отзывов, где их взять, как взять, ну, какие ключи заливать и так далее, для меня это то же самое, ну, может быть, PPC более сложный, я не спорю, конечно, все же считают все, что, все, что другие делают, все просто, я вполне возможно ошибаюсь, ну, я однозначно не считаю, что PPC там что-то такое невероятное, PPC это один из основных западков Амазона, то есть, чем мы больше работаем с PPC, тем больше Амазон зарабатывает, а все остальное вокруг него, это все легенда о динозаврах, е-мое, сегодня они так работают, завтра эдак, а послезавтра поднимают ключи они на точном соответствии, потом не поднимают ключи, потом опять поднимают, и каждый продается, у них у каждого своя история, и я куча-куча людей общался, у которых огромные обороты, огромные, и им не смогли самые-самые гуру эти PPC ничего настроить, ничего не смогли сделать, а у кого-то просто выставляют эти товары, когда у меня классный товар стартует, у меня запросто 10 окос и 50 продаж, а, 50% продаж с этого PPC на старт, и сейчас из-за этого я поменял стратегию запуска, я теперь не везу широким ассортиментом, как мы раньше рассуждали, например, 3 СКЮ по 1000 штук, то есть 3000 штук я везу, вот, я поменял эту стратегию, теперь я иду жестким клином, то есть я лучше одну штуку повезу 3000, потому что на длинной дистанции мне проще рестарт сделать с 3000, мне проще продать этот товар с 3000, потому что что я, что и все мои друзья не купят товар с маленькими остатками, потому что его на что развивать, когда ко мне люди приходят и говорят, у меня 470 остатков товара, я 30 раздал и больше у меня продаж не было, ну или там 30 продал, как мне увеличить, да с 400 мне 70 делать нечего, потому что 70 раздадите и не факт, что там что-то будет вообще, вот, и точно не отобьете, с 500 штук вы, дай бог, отобьете все вложения, если вы нормально зайдете, с 1000 штук вы неплохо заработаете, но все равно вылезете вал тот 100, из-за этого я везу 3000, я планирую, если на длинной дистанции товар у нас будет, как бы правильно сказать, удачно зайдет хотя бы один, я реально могу вылететь в топы просто, в реальные, в органические топовые продавцы, вот, пускай я 5 товаров пролечу, но один вот с 3000, я не буду там поднимать цены, не буду там тормозить и так далее, вот, он мне окупит все, и за эту стратегию я сейчас поменял, я везу меньшее количество ассортимента, потому что первое, а, это деньги, это риски, а, б, это однозначно концентрация, вот, то есть вот у меня, но это опять еще говорю, только это касается конкретно видео на данное число, там, какого-то, четверка декабря, 17-го года, что будет через месяц, я не знаю, может быть стратегии поменяем, может еще что-то изменить, какая-то информация поставит, новая стратегия пройдет, потому что мы сейчас готовим очередную новую стратегию, это порционно заливание купоны, не верифай, верифай, PPC, ну, PPC не знаю, PPC нет, наверное, вот в этой структуре, и индусы, то есть это два, один-два ключа, высокочастотники в топовой, на топовой странице сразу, то есть просто комплексный сразу подход, то есть там, грубо говоря, 1000 долларов заплатил, тебе там два, там один-два ключа, грубо говоря, там 50-100 не верифайв, то сейчас себестоимость считают, то есть вот такая вот история. нет, конкуренты не успокоились, как сейчас, с конкурентами успокоились или нет, вот нет, не вериф, вот у меня 100 продаж в день, предположим, и нет этих, вообще вот, то есть я завтра с Рубиком сядем, он говорит, у него отзывы идут, сядем настроим автореспондер, посмотрим, будет что-то, ну, я просто, я в шоке, 100, вот реально 100 продаж в день, в течение там полутора месяцев, пускай месяца последнего, и нет ни одного отзыва, ну, бывает там две звезды, три звезды, но я понимаю, наверное, все-таки люди купили, и то не факт, потому что эти аферисты, они вот эти любят две звезды ставят также, вот, так что совершенно не факт, не знаю, отзыв вообще мизер просто какой-то, вот, по комплексу, да, ну, мы постоянно что-то делаем, еще раз говорю, то есть в любом случае что-то новое, опять же, опробуем на своих товарах и запускаем, опробуем и запускаем, опробуем и запускаем, мы не сидим на месте, не смотрим, ни разговоры вот эти, и не сидим и придумываем, а если бы вот так вот сделать, это, чтобы получилось, но сначала сделаем, потом расскажем. Ну вот, Константин, деньги из Пионера, ну, все по-разному вводят, у кого-то, вот, как это сказать, весь смысл в том, что все по-разному, я все, что там, я их реинвестирую, а вывожу другими способами, многим на самом деле здесь в группе нужны деньги на Пионера, например, вот, так что все по-разному, я не останавливаюсь на достигнутом, даже рядом, и мне это, в принципе, на данный момент только подстегивает, а не успокаивает меня, из-за этого у меня нет проблем с выводом, нет проблем ни с вводом, ни с выводом, то есть, если есть это надо, я спрошу людей, которые это делают, делаю, правила меняются, банки меняются, банк ротится, тут, я-мое, из-за этого постоянно таких моментов, я не хожу в банкомат и кэш не снимаю. Так, Денис, если привез товар 1000 и 3000 и его заблокировали, полностью можно ли как-то забрать товар? Все по ситуациям, опять же, я не, я могу про себя сказать, меня на три дня приостановили продажи, что мой аккаунт не имеет право продавать, сегодня мне утром, ну, наверное, там, рано утром его разблокировали, я могу продать. Вывести, как правило, всегда можно, но я не специалист, я не юрист, не специалист. Решаем, ищем юристов, с которыми работаем, которых можно все-таки на которые нажать, сказать, вот у нас такая группа, давайте там нам поможете. То есть, в любом случае, работать можно. Будет у нас группа 50 тысяч человек, уже гораздо проще работать с американскими юристами и так далее. Я вот, Орел был, у нас рассказал, но что-то он куда-то пропал. Вот, то есть, разные, разные, разные. Чем больше, тем лучше. Вот, их же там много, на самом деле, русскоязычных, да и англоязычных, какая нам разница? Так, делаешь ли ты торговую марку? Делаю, да, одну торговую марку у нас на регистрацию уже стоит, одну торговую марку. Вот, кстати, где я бестселлер, я пока на регистрацию не давал, день на день отдам. Потому что я сделал нейминг. Вот, у меня там, Саша мне сделал там 5 или 6 названий, я их фигачу везде. То есть, вот я уже 2 использовал, сейчас вот 3 запустил уже, и у меня еще, еще 3 осталось. Вот, так что, такой у меня нейминг получился. Вот, в любом случае, всегда риски, я еще говорю, мы занимаемся рискованным бизнесом, но его высоковыбедным. Один товар, если нормально все, я просто еще говорю, я меняю стратегию. Опять же, я не вожу дорогие товары. У меня свои какие-то критерии, у других свои критерии. Все работают по-разному. Я рассказываю исключительно свою историю, как я это делаю. Я никому не советую делать именно, как я. Каждый принимает для себя решение. Так. А что прослушал, что ли, как там с твоими конкурентами успокоились? Да, ну конкуренты в любом случае, там не успокоились конкуренты. Одного на самом деле забанили, слава богу. Меня он пока не трогает, не знаю там, что там с ним как. Ну вот, я его, ну короче, который меня забанил, его тоже забанили. Я разбанил, а он нет. Вот вся история. Я был топ-2, стал топ-1. Вообще не сдвинулся. По бессалеранку у меня было около 2000, стало 1700. У него был бессалеран где-то от 300 до 700. То есть я даже рядом не приблизился. То есть его продажи размыли другие люди. Вот, на данный момент пока так, это печально, наверное. Ну, как бы работаем, работаем. Второй товар, там другая история. Там чувак такой же по беспределу все это делает. Вот, но оказалось, мои друзья, ему помогают. Его знают, этого товарища, который по беспределу это все делает, творит. Ему сказали, что меня не трогали. Тот момент, когда он меня убил, это был, было 2000 бессалеранк. Я упал до 20. Очень долго болтался на 10. Потом мы постоянно работали с товаром, оптимизировали что-то там, делали. Постоянно что-то делали. Ну, нельзя сказать, что там каждый день. Я имею в виду, то есть систематически. Это там раз в месяц там или еще что-то. И очень большое было значение глобальное. Самое глобальное, вот прям реально вот с этим товаром. Эта фотография, она сломала, и у этого чувака какие-то сейчас проблемы возникли. Я не знаю откуда, я никому ничего не делал, этим не занимался. Вот, у него открепили кучу вот этих отзывов. Кто-то там открепляет, я не умею это делать. Вот, открепили ему кучу отзывов, а у него на самом деле 2,5 звезды, то есть он не работает с этим. Он заточен исключительно на вот эти вот приклейки отзывов. Там ему открепляют, прикрепляют. Ну, короче, там своя у них тема, я не знаю. Я считаю, должен быть баланс, балансируем. Надо прикреплять, надо, однозначно надо. Это полезно. И вот сейчас у меня там 100 отзывов, 90 отзывов. Был бы тысячу, как раз бы я бы, наверное, тогда. То есть все вот эти монстры, они как раз все вот там 3, 5, 10 тысяч. Это полезно. Количество отзывов влияет на конверсию. И у тебя будет 5 тысяч с четырьмя звездами, а у чувака будет там, я не знаю, 50 пятизвездочных, у которого 5 тысяч будут в десятки раз больше брать, чем у вот этого 50. Потому что у кого только 5 звезд, это тоже фигня. Будешь же не дебилы, я мое, читать, я мое, у тебя все одни пятерки, смотришь на фотографии. И второй момент, эти цены, цена, фотографии, текст, там вот это, особенно вот это вот, пожизненная гарантия, там, супер-пупер качество, там, эксклюзивное, там, и так далее, и так далее. А фотографии полные, дерьмо, трэш какой-то, вот, ну, сразу, то есть должен быть баланс. Вот во всем должен быть баланс. Если баланс есть, ну вот на данный момент получилось так, что вот по боям я стал бестселлером именно очень плавно, постепенно. То есть у меня до этого был опыт именно Блицкрика, быстрый, то есть заход и потом уже это. И вот этот Блицкриг, я его и оставляю этот план, но очень важно для меня количественный товар наставку. То есть очень часто я пролетаю, я намного больше денег потерял. Могу сразу сказать, намного больше денег потерял, что если бы вот все запуски, которые у меня были, удачные, неудачные, если бы я привез хотя бы по 3 тысячи, 3-5, то есть вот в таком диапазоне, я бы уже просто на уровень, на уровень больше бы зарабатывал, чем еще. Даже одного товара бухая. Я не знаю, что было бы с ним на 3-3, через 2-3 месяца, если бы я с ним работал некачественно, меня там конкуренты бы убили, я этого не знаю. Но в теории... Так, вот Аня что-то мне опять написал. Так что Аня, на связи, я не знаю, пишите. Если какие-то проблемы с Аней, пишите мне. Хотелось бы, чтобы все было четко. Так, мы делаем склейку. Все вопросы, Аня. Так, вы делаете приклейку отзывов не все сразу, а по 50-й неделю цена берется как за 50 штук или как за общее количество. Берется как за общее количество, вы оплачиваете и говорите. Мне надо вот так. Не забывайте, что склейка это больше творческий процесс. В вашей нише может быть не быть, например, релевантных отзывов там и так далее, и так далее. Это не так просто. Так что она нужна, нужна, но она и будет делаться постепенно. Бывает по 2-3 месяца делать, но оплачивать все сразу, естественно. Ну, там и по ценнику, там тоже все непросто. То есть, посмотрите ценник, там Лев показывал, то есть, у Ани все эти цены есть, там, что-то там надо посмотреть. Так, Константин привел 2000 и слил за 2 недели, я принял. Так и есть, я из-за этого говорю. Исключительно именно так. То есть, постепенно, и вот я могу Константин сказать, прям вот точно. Вот один товар вот такой вот зацепил и все. Просто не все, например, готовы к этому. То есть, некоторые люди, многие приходят, там, а я хочу на работу не ходить и просто зарплату здесь получать. То есть, для таких это не стратегия, а для тех, которые один товар привезли, второй товар, третий товар, четвертый, там, в ноль вышел, там, в минус вышел, так, сяк. И вот пятый пришел или, например, первый зацепился, и потом он так начал делать. То есть, и потом пролеты получились. Невозможно всегда попадать. Ну, у меня, у меня специфика. У меня есть два фотографа. Один фотограф закреплен в шапке группы. Сейчас мы как бы рекламируем. Он находится в Киеве. Мне понравились фотографии. Он моему ученику сделал обалденные фотографии. Мы как бы начали с ним сотрудничать. Второй, это мой напарник. Вот, но он, как бы так скажем, не особо. Вот, он не особо, так скажем, рвется в работу. Он все хочет торговать. Вот, и за это я ничего не могу сказать. Ну, если он загонится под себя, то есть, под себя, то есть, и так далее, и так далее, он, в принципе, это самое дело действительно. Ну, просто вообще. Фантастические для меня лично фотографии, я не знаю. Вот, мы в нишу, в которую входим, вот сейчас, где нас забанили, я считаю, мы на голову просто сильнее по фотографиям всех. То есть, я никогда не думал, что такое может быть, но вот на данный момент это я на 100% уверен. Вот, по фотографиям, по ценовым диапазонам, всего остального, то есть, я как бы эту нишу уже знаем, там, уже практически, там, больше полугода на ней сидим. Расширяем эстретимент, новые модели приводим и все дела. Но фотографии у нас просто идеальные. Ну, я не знаю, как, что еще сказать. Можно ссылку на ней. Я скину, я в шапку это видео скину. Я сейчас, в принципе, скайп, наверное, открою. Скайп, скайп, скайп. А, нет, не получится. У меня на этом ноутбуке почему-то не хочет копировать скайп. Сейчас с этого, с телефона скопирую. Вообще, в таблице инструментов, которая находится у нас сбоку в описании группы, есть все ссылки, и они я там как раз обозначил, как моего помощника. Так, сейчас я в группу скину скайп. Так, редактирую публикацию, я сейчас шапку от этого видео занесу в любом случае. Ага, значит, вот так. Все, если сейчас посмотрите на это видео, будет и Facebook, и ее аккаунт. Перейти можно будет, кликабельную ссылку сделал, и скайп скину. Так что, это вот мой помощник по любым вопросам к ней. Так, Александр, еще вопрос. Какие отзывы клеятся, верифай или не верифай, или это имеет большое значение, если прикрепляйте. Я согласен, но прикрепляется все подряд. Вот, еще раз говорю, творческий процесс, кому как повезет. У меня, например, вот мой конкурент мне предлагает эти, мои товарищи как раз говорят, давай мы его отзывы, 4500 прикрепим тебе. Вот, я говорю, нет, нет, подождите. Вот, так что, так что, вот такая вот история по отзывам. Все индивидуально, там же нельзя же вырезать, например, какие-то отзывы, там, верифай, не верифай. Все зависит от того, насколько есть свободны вот эти аккаунты. Не всегда их можно найти, достаточно много сложностей с этим делом. Вот, просто то, что это полезно, однозначно. То, что можно перекрутить слишком, тоже однозначно. То есть, вы пришли, вам там 10 дней, у вас там, у вас появятся новые проблемы. Проблемы с тем, что есть специалисты, которые тоже умеют оцеплять. Есть проблемы, связанные с тем, что вам будут писать тут фейковые отзывы. То есть, полно недоброжелателей. То есть, надо все совмещать. Склейка это дополнительное, это не единственное. Да, есть у кого, вот, Лев как раз рассказал, свою стратегию. Эта стратегия имеет место быть, то есть, вы можете действовать именно по такой. Я чуть по другой просто. Так, Алекс, Денис, какие у вас рой по текущим товарами, на какой рой вы ориентируетесь при выборе нового товара? Я не люблю слово рой, вот эти вот, рой, маржа, все время путаюсь. Я понимаю, наложенные деньги, но смысл какой? Смысл такой, что я стараюсь брать максимально дешевые товары, но недорогие, полезные. Мне нравится группа товаров, связанные с здоровьем, дети, животным, красотой и так далее. То есть, те товары, которые человек морально будет стараться откупать, более дорогие, он будет думать на подсознание, что он более дорогой, более качественный. Естественно, не все, но это значит, что не будет такого, в конечном итоге ниша сдуется и превратится все по доллару. Вот, что цена будет главенствующим. Все-таки, я еще нише, где работаю в нише, стараюсь там, где все-таки главенствующие качества являются. Вот, по поводу роя, по поводу дохода, ну, я считаю, хотя бы, то есть, вы вложили доллар, нормально, если вы зарабатывать будете при нормальной цене, обычно, абсолютно, то есть, хотя бы 2 доллара чистыми. То есть, там, вложили доллар, 3 получили, 2 чистыми. Вот, отличный результат, когда 3. То есть, когда вы при нормальной цене зарабатываете 3, потому что не всем везет, что вы можете торговать дороже всех, что вы можете торговать выше, там, бестселлеры, там, и так далее. Это бывает чаще всего на старте, когда у вас этот буст есть, когда у вас всего 1000 товаров, у вас поперло, реально поперло, там, 70, 50, 100 продаж, там, 150, 250. У меня реально есть ученики, которые по 150 продаж на старте. Вот, и они 3000 уже возят. Вот, и тогда в этой ситуации нужен товар на остатке. И чаще всего, чтобы у нас не вылететь в аутовсток, мы, не дойдя до того бестселлера, на который могли бы дойти, например, меньше 1000, там, например, 300, 200, 100, бестселлера в главной категории, мы начинаем поднимать цену. И мы останавливаемся, например, на полутора тысячах, на 1800, на 2000. Вот у меня такая история. Я доходил только своими товарами, максимум это, по-моему, около 800, там, 860, что-то такое. Ну, мы просто цену драли так, что и то до такого бестселлера дошли. То есть, я понимаю, какой потенциал, я пролетел, так скажем, на нем. И я больше даже приблизиться не смог к этим цифрам. Пока на данный момент. То есть, сейчас, на данный момент, мои вот эти бестселлеры, там, это в районе, там, 1700, 1500. Ну, то есть, вот так вот. Вот такая вот история. Все, что выше тройной наценки, то есть, вы доллар вложили, 4 получили, и, соответственно, то это уже вообще шикарный вариант. Вот, такие, это просто отличный вариант. Таких товаров немного. Ну, можно найти, можно работать. Ориентируйтесь от топовых продаж, от топового продавца, который больше всех продает. От него и ориентируйтесь. Если я полгода назад считал, что я ориентируюсь исключительно на среднюю часть, что я до топового продавца дойти не могу, сейчас абсолютно с этим не согласен. Вот, прошло меньше, там, чуть больше полугода. Можно спокойно дойти и взять топовые продажи, топового продавца. Спокойно. Вообще, не напрягаясь. Если у вас лучше фото, если... Абсолютно таким же товаром, что самое смешное. Вот то же самое выведете. Никакой уникальной, никакой короткой я не делал. Ничего не делал вообще. Ну, мы, вон, товар, как мы делаем? Заказали товар, есть вообще новый поставщик. Заказали, класс. Привези нам обратно, там, 10-20 фабрик, например. Бывает три всего. Когда как? Выбрали отличные качества, все нормально. Потому что можно из 20-ти ни одного не выбрать, а можно из трех выбрать, все три, обалденно. Выбрали. Все, начали производить. Они нам скидывают коробку, если она есть. Базовая, рабочая, которая на фабрике. Вот, я, соответственно, отдаю, там, вот этот вот, как он там, план вот этой коробки отдаю, там, дизайнеру. Я люблю минимализм. То есть, вот там, я не знаю, коробки Apple, там, на белом фоне, в легкую что-то нарисовано. Там, бренд, естественно, все дела. Все. Он сделал коробку, товар отправили на Amazon и одну позицию отправили моего фотографа. Все, пока он там едет на Amazon, фотограф-фотограф, вот конкретно Валентина в Италии, второй фотограф в Киеве, примерно успевает доехать, там, пока мы начинаем запуск, что-то там туда-сюда, мы, соответственно, сделаем фотографии. Все, весь запуск. Ну, у всех, все же по-разному, я же не говорю всем так делать. Я, бывает, даже товары не проверяю, даже у новой фабрики. Но когда суммы большие, я уже начинаю проверять. Когда товары сложные, я начинаю проверять. Когда товары простые, мы, соответственно, в переговорах, там, у меня есть человек, который занимается исключительно Китаем. То есть, она закрывает все вопросы. Я больше вообще с фабрикой не общаюсь. Вот на данный момент, последние, там, сколько, там, я не знаю, уже несколько месяцев, я вообще не общаюсь. То есть, у меня помощник есть по Китаю, она живет в Молдавии, общается на английском с китайцами. Я просто даю задание, и все, она мне закрывает все вопросы. То есть, все-все-все, что мне надо, заявки, переговоры, снижение цены, все остальное, занимается она. Вот, и все. То есть, вот. А то, что туда входит TPC, затраты и так далее, я закладываю, в первую очередь, вот при такой вот затратной часть, это, естественно, постоянные затраты, это связано с доставкой и производством. Ну, вот как раз из-за этого я и говорил. Чистыми здесь не получится, естественно. То есть, три наценки, одна наценка ушла, например, на PPC, это нормально. То есть, и две чистыми осталось. Ну, или, например, еще выше. Ну, то есть, вот так. Я просто говорю, PPC очень достаточно, как это сказать, экономно подхожу. Хотя, я денег не жалею, то есть, мы реально без ограничения бюджетов делаем и все остальное, но просто мы на него, так как упор не делаем, видео, видимо, этого достаточно. Так, дальше. Про делегирование скажите, пожалуйста, с чего начать, что отдавать в первую очередь? Ну, это бессмысленно. Надо же отдавать то, что вам, вас напрягает. Вас может напрягать, например, вот я не знаю английского вообще. Ну, просто знаю набор фраз, я понимаю, там даже бывает, мне там товарищи звонят, там, на Амазон общаются. Я понимаю, что говорят. Причем, одних понимаю, одних не понимаю. Вот. Ну, не более того. Сказать я, связать фразу точно не смогу. Естественно, я это отдал. Плюс люди. Они люди сами, вот бывает, просто потихонечку, потихонечку сами подцаривают. Вот. То есть, я пока до делегирования конкретно не дошел. Вот. Просто вот получилось у меня, один человек пришел, мне устраивает его работу. Вот услуги отдал полностью. Потому что я помню, в Минск я уехал, я просто зашился, я людей подвел, и мне очень было тяжело, и я не мог сконцентрироваться и нормально работать. Вот. Я потихонечку к этому шел, это надо аккуратно делать, качественно, и все остальное. Чтобы был ответственный человек. Вот. Второй момент. Вот как раз по Китаю я сейчас скинул. Сейчас у меня два направления. Это, естественно, выбор товара систематизировать. Чтобы человек не просто долбил, 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 долбил. Выдавали, мы, соответственно, отсеивали. Опять же, отдавали в Китай. То есть, у нас уже, в принципе, конвейер потихонечку настраивает. И третий момент, это, естественно, запуск. В запуске гораздо сложнее все. То есть, для меня запуск товара, это, если разложить он структурно, как мне нравится, как я люблю, это две части. Это внутренний трафик и внешний трафик. Внутренний трафик туда входит. И PPC. То есть, люди, которые будут заниматься внутренним, должны разбираться отлично, отлично во всем вот этой вот каше. То есть, это и PPC, это и раздача, это и выкупы, это и верифай, и верифай, и все, что с этим связано. Естественно, и листинги, естественно, все трекеры. Ну, то есть, все, что связано с внутренним. А вторая часть людей, ну, это вообще у меня таких людей, вот у меня сейчас с Сашей мы только как бы общаемся по этому вопросу. Мы еще даже руки никак не даем. Потому что это, для меня лично, это более сложно, потому что рынок больше. Амазон какой бы круп не был, но внешний трафик, он еще крупнее, он еще больше. Вот, соответственно, здесь у нас весь внешний трафик, начиная с социальных сетей, заканчивая блогерами, там, я не знаю, статьями, всем чем угодно. Вот, кикстартерами, шопифаями, там, собственными сайтами, все это совмещает. Но это уже вообще серьезный бизнес. То есть, к этому мы вот как раз идем. Это мечта. То есть, если в том году, в это время я примерно, лайвы у меня 1 февраль и январь были, как раз я разговор вел именно о Европе. То есть, в принципе, год прошел, можно подытожить. Я вот перешел именно вот к этому больше. Именно, чтобы через год, не знаю, посмотрим. Так, дальше. Недорогой товар для меня до 10 долларов. То есть, до 10 долларов с доставкой со всеми затратами. То есть, это нормальный недорогой товар. Я, в основном, у нас товары до 7 долларов. То есть, вот, которые мы управляем. То есть, с доставкой, если брать, как я сказал, минимальный, наверное, доллар, там, вот этот вот, 46, ну, полтора доллара. И максимальный, наверное, где-то, вот, сегодня, по-моему, смотрел 6,7 долларов. Ну, по-моему, вот так. Может быть, ну, короче, 7 долларов. Вот так. Денис. Так, Николай. Денис, ты говоришь, 1 бакс выложил, 3-4 заработал числами. То есть, покупаешь за 5 баксов в Китае и продаешь его за 35, что ли, если зарабатываешь 15-20 с него. Да, именно так. Но за минусом фи, естественно. То есть, если 35 минус фи, у нас фи с 35, с 20, скорее всего, 6 копейками. С 37, ну, короче, 8 долларов, 27, минус 5. Да, да, примерно так. Вот. Вот, но, как ни парадоксально звучит. Первый момент. Большая ошибка у многих, что многие считают, просто я с этим уже столкнулся, что товар, который они собираются продавать по 30 долларов, это дорогой товар. Вообще не так. Конкуренция в таких товарах вполне возможно, что она даже больше, чем в товарах, которые, например, там, за 50 центов. Хоть там и, как говорят, входной билет дешевле. Я не знаю, почему так, но я вот вижу, я этими товарами занимаюсь, вообще не так. То есть, вот эти товары, которые люди покупают, там, за 10 баксов и потом мучаются, продают по 25, запросто 15 берут, потом по 25, по 30 продают. Куча таких товаров. Просто у меня на память, вот так вот, я не встречаюсь особо с товарами, например, которые купил за 10 и продают за 100. Таких товаров я не знаю. Я бы сам бы туда бегом бы бежал в такие товары. Вот. Но я не вижу. Я вижу товары за 10, а продают по 25. Ну и какой понт? Он говорит, ну я вот зарабатываю с них, там, 8 долларов. Я говорю, я не спорю. Он говорит, а ты всего зарабатываешь с каждой продажи своей, например, там, 4. Я говорю, я не спорю. Ну я вложил, ты, я думаю, 60% там, или доллар, и заработал 4. А ты вложил 10, и заработал 8. То есть, математика у всех разная. Я не знаю, конечно, я, наверное, что-то недопонимаю, но пока я такие товары вижу, где я выкладываю доллар и зарабатываю 4, мне это все устраивает. Вот. Я еще смотрю емкость ниши, я еще смотрю тренды, возвратность, там, сложность товара, там. Ну то есть, все вот эти вот риски, там, опять же. Вот. Каждому свое. Но я еще не видел товаров за 10, 15, 20 долларов, на которых люди зарабатывают, например, там, а продают по 120. То есть, мне, я вот сейчас такой темой хочу заниматься. У меня вот товарищ есть, который в одной теме очень такой, этот самый, там, умный дом, там, вот эта вот вся тема. Мне она очень интересная, я считаю, она очень перспективная. Вот. Она очень мощная, она очень большая, хватит на всех реально. Туда и Xiaomi идет, туда все подряд, там есть точнее и так далее. Вот. Огромное количество на Кикстартере запусков. Вот. Мне эта тема интересна. Просто вообще вот вся вот эта вот электроника такого плана. Серьезно. Вот. Но это настолько сложно, это настолько много денег туда надо, что надо понять, надо вообще понять, что там более важно, что более интересно. Но это примеры, говорю. Таких тем на самом деле полно. Вот. Но я еще не видел вот товаров, вот, связанных, вот, например, там, 50 долларов человек там. И что у нее там, доход, например, там, 50 закупился, по 50 и продает по 500. Я реально с такими товарами сталкивался. Наверное, мне не повезло. Так, Николай, можешь хоть один товар такой, не свой кинуть для примера? Товар какой? Это очень-очень хорошие зазоры. У меня не получается найти такой товар. Да это время. Но это реально. Это как называется. Смотришь книгу, видишь фигу. Вот то же самое. И у меня огромное количество, кого я консультирую, так же мучаются и не могут найти. А некоторые приходят, вот, просто, вот, прям, один за другим кидают. Есть много нюансов. Есть много нюансов. Я не знаю даже, как сказать, вот, что в голову приходит. Да и вот, например, я один простой пример сделал. Потому что все товары, которые такой, вот, сейчас я товары везу, уже заплатил за 3000 штук, в закупке он 87 центов, доставка будет маленькая, главный бренд продает его где-то 50-60, это тоже плохо. Я не люблю с крупными мировыми брендами конкурировать бессмысленно. Вообще. Вот, ну, то есть, он 50-60 продает. Я не помню даже сколько. А все остальные продают от 10, например, до, по-моему, там, 20 с копейками. Вот 19.99 мне вполне устраивает, если я по доллару покупаю, доставка там, все дела там, пускай, я не знаю, полтора-два доллара будет. Еще и эта ниша, она огромная. Мне интересно. Почему нет? Вот. А как, насколько я бустану, насколько я классно буду торговаться, насколько у меня будут крутые фотографии, будет зависеть, насколько я смогу близко приблизиться к тому топовому бренду. Или вообще пролечу. Ну, вот такая вот история. А по поводу того, что, например, один из примеров, Alarm Clock, будильники, они классно продают? Однозначно. Техника меняется часто. Это не полотенце. И ни какие-нибудь там, я не знаю. Даже носки и то чаще меняются, чем полотенце. И шнурки и меняются чаще. Вот. А вот полотенце, не знаю. Ну, много всяких там видов, конечно, ну и так далее. Вот техника. Чем она хороша? Она хороша тем, что просто она часто меняется. Ну, вот сколько мы не пытались, не поймали мы нормальную модель. То есть, все, что мы находим на Alibaba, оно уже продается на, соответственно, на Азоне. То есть, проблема, проблема. Есть еще другая тема. Подсветильники для унитазов. Я думаю, многие знают. Там другая, все одинаково торговали. Сейчас я вроде смотрю, там случайно сходил, какие-то там новые модели появились. Но там все одинаково. То есть, вот в той теме выделиться легче. Но найти модель сложно. Ну, так никто не нашел. Все торгуют одним и тем же. Когда все одно и то же, все рано или поздно приходит к цене. Ну, вот. То есть, ну, вот так. Деньги, какой товар по габариту? Маленькие или коробки большие? Тоже можно за хранение платить больше. У меня коробки. Вот маленький товар, маленькие коробки. Все. Есть товары, которые полиэтиленов в пакетах. Я продаю товары, которые находятся в базовой упаковке. А производители все. На начальной стадии я беру вообще базовую. Потом начинаю потихонечку улучшать. Постепенно. Не всегда. То есть, если я вижу, что можно этот товар улучшить. Вот сейчас, например, я товар, понимаешь, я его улучшить не могу. Но я могу усилить за счет вариаций. Я вариациями никогда не торгую. Но у меня есть паровозы, у меня есть бестселлеры. Я туда хочу сейчас. Вот я уже заказал товары, товар, товар. То есть, я буду, надеюсь, буду усиливать этот листинг за счет других вариаций. Так, значит. Но техник же чаще всего ломается и больше возврата, соответственно. Ничего подобного. Есть многие производители, которые меняют от 100% делать возврат до, там, у меня ученика здесь до 0,8%. 0,8%, представляете, и ничего, нормально. Ну, найдется нормальный производитель, ясное дело. Не надо себя ограничивать в товарах. Везде сложности. И с вибраторами сложности, и с будильниками сложности, и там, я не знаю, с бумажными салфетками. Везде без сложности в бизнесе не бывает. Так, Николай. Так, да. Такой, где один бакс, поживаешь, а улаживаешь, четыре с половиной зарабатываешь. Нравится. Да, да, да. Так и есть. Ну, просто сложно, сложно. Ну, если такие товары знаешь, ты в них вкладываешь, понимаете? То есть, так, я даже не знаю, даже в голову ничего не приходит. Я, вот мы когда, и я когда с людьми мы вот этим занимаемся, и так далее, мы продаем свое время исключительно, первый момент. Второй момент, минимизируем ошибки, минимизируем риски. И третий момент, самое главное, даем технологию, даем стратегию, даем понимание, как мы это видим. Человек, естественно, потом перестроится, переиграет, он будет другим совсем человеком. То есть, он, мне, мое дело, это сломать человека, чтобы он понял вообще, вник в это вот, вот от чего оттолкнуться, то есть, чтобы понимал, вот внутренне понимал это все. А не задавал там, дайте мне товары, дайте мне, или я пришел вот на обучение, а дайте мне товары. Ну, это несерьезно просто. Ну, даже если вам один товар дадут, у него могут проблемы с патентами, там, всякими торгомарками. Патентов, когда мы выбирали, не было, они потом вылезли, там, ну, и так далее, и так далее. Это целый. В Италии он в Падуа мой напарник живет. Падуа. Так. Проделегирно, скажите, так рассказал, что с мод. Так, дальше, как же так, если такой же товар, но с другими картинками забанил же. Не забанят у всех одинаковыми товарами торгуем. Любой, вон, прыгалку откройте. Jump rope, ski probe, там, я не знаю, чеснокодавилки, точилки или ножей. Я вчера заходил на Knife Sharpness, там, ё-моё, по-моему, пять, что ли, одинаково вточил на первой странице. У одного там ручечка переделана. Я такой бизнес вообще не понимал. То есть, ну, вот эти вот кастомизации короткие. Ну, я другой, я торговался уже не оптом. Для меня было значение цена, качество, там, я не знаю, сервис, там, такие вещи больше. Так, значит, Артур, кэш, можно и 10, и трое иметь, если оборот, пару. Да, понятное дело, конечно, чем больше у вас денег, тем больше, тем сложнее будет эффективность. Ну, нанимается людей, там, так, ну, это понятно. Тут никто не спорит, я-моё. Мы же хотим, как бы, мы же хотим минимальными деньгами войти и максимально зарабатывать на данный момент. Я же не вкладываю тут какие-то баснословые цифры. У меня их и нет, в принципе, Алекс. Так, это есть, есть вопрос. Так, по услугам в любом случае обращайтесь к Ане, она закроет все любые вопросы. Делаю товары на Алибабе, да, Дениса, отвечаю. 16.88 как-то не срослось. Вот, то есть, Алибаба меня закрывает полностью. Я понимаю, что надо жить в Китае, надо туда ездить постоянно, работать своими поставщиками, искать новых, улучшать и так далее, пока не доросли. Я не дорос. То есть, постепенно мой напарник съездил, вот, на Кантон, там, посмотрим, мы в группе по обучению будем запускать новый товар. То есть, у нас сейчас запущен, мы летом запустили один товар. Точнее, два, так что у нас там запуск был великолепный, два раза был рестарт, третий рестарт не удался. Ну, не удался, вот, что, 60 продаж на 2 СКЮ, я считаю, не удался, то есть, мы планировали на 200. Ну, вот, пока у нас такой прокол. Вот, по объективным причинам, но от этого не легче. Так. Вот он оттуда, кстати, с Кантона привез, там, много товаров, мы будем выбирать, посмотрим. Но туда ездить надо, то есть, это однозначно, и встречаться надо там, и организовываться там. Ну, до этого доживем. Для того, чтобы туда ездить, надо иметь дефицит информации. Вот, у меня пока ее нет. Вот, я могу вас соединить, пообщайтесь, будете там встречаться в Падуа, там, в Италии. Вообще, в принципе, наверное, не такая же большая страна, там, по сравнению с Америкой или там с Россией. Так что, никаких проблем нет. Обращайтесь в личку, я вам дам контакты. Вот, пообщайтесь с Валентином. Так, Наталья, Денис, скажите, пожалуйста, насколько падают продажи в январе-феврале, если смысл давать товары в эти месяца? Я не вижу смысла вообще. Да, надо думать, надо анализировать. Анализ какой? Во-первых, у каждого товара своя история. Во-вторых, продажи падают мне как... Я вообще, у меня первый Новый год личных товаров. Вот, многие говорят, что до 15-го идет рост, после 15-го идет спад. Вот, в январе какие-то, это самое, чуть хуже, чуть лучше. У меня, в принципе, неплохо в январе было. Вот, так, по-скромному, так скажем. Ну, я говорю еще раз, год назад мы только-только начинали, по большому счету, именно с дровомыслить. То есть, это первый год такой, первый год у меня прошел. Так скажем, чисто я все шишки собирал. Второй год, вот этот разумительный. Третий год, надеюсь, мы выйдем на нормальный уже уровень. То есть, планы такие. Посмотрим. В феврале, январе есть смысл запускаться всегда, потому что можно ждать бесконечно. Вот, и в феврале, будем надеяться, кто-то в Аутовсток вылетит, нам будет легче зайти. В феврале надо заходить, естественно, с весенними товарами. Вот и все, весь секрет. Главное, не ошибитесь с товаром. Они делают ресерс под Новый год в декабре и везите, и привезете товар, который был востребован только в декабре. Вот это самая главная проблема. Не нужно зимние товары везти в феврале и январе. Везите осенние, ой, весенние. Я не знаю, в таком контексте. Денис, что вы можете сказать по Baby нишу? Я не знаю, Baby не еду, то есть, мне больше животное. Мне кажется, там попроще в плане этого. Именно сертификаты, документы, то же самое. Baby, Toys. Ну, е-мое, там сколько всяких вот этих препонов, ну, жесть какая-то. Логотип ставлю всегда, Юрий, да. Но я не вижу проблем, чего не поставить. Рама на технику уже чаще. Это уже было. Так, идем вверх. Попадово сказал, расскажите о недостатках ресурши, что мешает правильно сделать ставку. Да больше, я еще раз говорю. Первое. Бизнес на Амазоне. Во-первых, очень высокодоходный на данный момент. И высокорискованный. Ну, как уж такой высокорискованный, если вы реально... То есть, при росте знаний риски уменьшаются. Это факт. Просто я на себе это испытал, потому что я первый товар свой полностью слил. Я вижу по ученикам, кто слил товары, кто не слил товары. Ну, более... То есть, по объективным и необъективным, по моим ошибкам, там, нашим ошибкам, так скажем, общим ошибкам. Не повезло. Вот. То есть, есть о чем говорить. То есть, при росте знаний, то есть, те знания, например, которые мы давали в январе месяце, в феврале, когда мы начинали это обучение, и что сейчас за год прошло, ну, это просто небо и земля. Это абсолютно нормально. Вот. И я считаю, что мы можем снизить риски, там, процентов до 50, мне кажется. Вот. Если мы правильно выбираем нормально, там, ну, просто выбираем адекватный товар, чтобы не делать глупых ошибок. Не надо вести, сейчас делать ресерчи. Вот сейчас, вот эта таблица, которую я, например, даю в обучении или даю, там, абонентскую плату. То есть, мне, там, люди, там, платят, там, 200 долларов в месяц за доступ. Есть смысл в том, чтобы они видят перспективу. То есть, есть статистика уже за год. То есть, как товар будет продаваться, например, в мае месяце. Ну, хотя бы примерно. Хоть какая-то статья. Хоть не сидеть, не выдумывать. А реальные цифры, настоящие. Вот. И мы минимизируем таким образом риски. Из-за этого в любом случае, в любом случае, я на ресерч, вот, упор делал на то, что, если вы делаете ресерч зимой, имейте в виду, что вы будете торговать весной. Ну, то же самое, летом будете торговать зимой. Вот и все. Из-за этого самый точный ресерч, мне кажется, это апрель, октябрь, вот так, такие межсезонья, ровные. Кто такая Аня? Аня моя помощница, просто и все. Которая помогает мне по услугам, которые мы делаем. То есть, можете обращаться к ней напрямую, чтобы я вас не перекидывал на нее, не тратил на это время. Так, Иван, так, значит, примерно расходы на одного человека. Поехать вот к Антону. Я не знаю, я не ездил. Опять же, из разных стран. У всех все по-разному. И опять же, там уже у них месяц идет, вы, может, пойдете на какие-то там определенные товары. И опять, Кантон тоже. Там же есть другие выставки в Гонконге и так далее. У кого-то, кому-то нужна дешевка, кому-то более качественный товар. В Гонконге, говорю, надо Китай ездить. Просто ездить, 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 ездить. Постепенно вы выберете свою нишу и будете понимать, куда ездить. Можно вы и уехать. Там круглый год, считай, все эти производители сидят. Везде надо поездить. Вот, везде надо ездить, 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 этим всем заниматься. Вот, я, в принципе, планирую, но пока еще, вот я говорю, пока, пока у меня, я не переработаю эту информацию просто неэффективно. Вот, а как зритель, я не могу себе позволить на месяц уехать, все бросить и за меня работать некому. По поводу коучинга, всего остального, у нас есть в описании группы, в принципе, я думаю, все знают. Вот, если посмотрите описание группы, там этот, как ее звать, есть табличка и там все написано, в принципе. Так, значит, в каком случае нужно патентовать товар? Ну, патенты, во-первых, разные. Есть патент-пендинг, патент на дизайн, патент на изобретение. На изобретение, там, я не знаю, невероятные деньги какие-то стоят, плюс очень долго. Патент на дизайн стоит, там, несколько тысяч долларов. Патент-пендинг на год. Но вы забанить никого не можете, но можете предъявить и попугать. И получить официальный номер. Вот, оттолкиваясь от этого, зачем вам это надо, ну, посчитайте по деньгам. Патент-пендингом вы можете только попугать. Многие вас могут послать. Патент на дизайн. Есть, кто у меня сделал патент на дизайн. Но проблема в другом, что его делают тоже год, а за год эта модель может 10 раз поменяться, там, форм-фактор, например, там, корпус и все остальное. Привезут новый и так далее. Вы опять ничего не получится. Потому что очень долго все делают. Из-за этого сложно сказать. Наверное, все-таки патент надо делать больше на какое-то уникальное, а не на то, что какая-то, вот у вас там какой-то там прибор, он там в треугольной коробке. Но сделать ее в круглой коробке или там в овальной. Не знаю, короче, мы пока не понимаем. Патент-пендинг – полезная вещь. Если вы грамотный, если у вас есть грамотный юрист, который пишет и четко все это, и обосновывает патент-пендингом, потому что все равно патент-пендинг. Если вы получите патент, вы можете предъявить, когда получите его всем с задним числом. То есть в тот момент, когда вы уведомились. Так что тут можно над этим работать, но надо быть действительно специалистом на этом деле. Если служб поддержки Амазона не отвечает после субспенда, это как понимать? Никак ждать, наверное. Видимо, так. Затрудняюсь, я сам вот три дня ждал, вот сегодня мне ответили. Да, третий рестарт не удался. Ну, у меня была проблема. Так, в этот момент самая была жесткая ситуация с неверифаем. Неверифай отзывы мы, можно сказать, не заливали вообще. То есть буст пролетел, количество отзывов не было. С клейки я еще не знал, к кому обращаться. Даже так. Вот, и мы прилепили свои вариации, так как мы рестарт делали с новых лисингов абсолютно. Вот, принято решение. И эти вариации мы сделали вывод, что они нас загасили. То есть мы лили трафик и не продвигались. Вот, в принципе, и все. Постоянно мы просто, я еще раз говорю, много-много идей, мы их проверяем на себе. Что-то сработает лучше, что-то хуже. Начинаем анализировать и смотреть, когда, что и делать. Причем там два товара, один лучше, один хуже. И они сделались по-разному. У одного все норм. Ну, как норм. Там, в принципе, на четверку, можно сказать. То есть там BCR ранга 2-3 тысячи. А второй все-таки подвел. То есть он отболтается от трех, наверное, до восьми. Вот, если было бы 2-3, например, а тот бы от тысячи и две. Было бы, наверное, неплохо. Ну, ладно. Если было бы, не было бы. То есть будем работать дальше. Посмотрим, в принципе, мы распродадим. То есть это опять неудачный запуск. Просто это для меня неудачно, может, для кого-то удачно. Я затрудняю. Дропшиппингом не занимаюсь. Что нужно делать, если приходят письма на патент? Ну, распродать товар да убежать по-хорошему. Ну, вот все, что можно тут сказать, надо решать по ситуации. Смотреть, кто сдает патент. Ну, и все остальное. Так. Еще вопрос есть, в принципе, или мы будем заканчивать уже. Так, давайте тогда я сама подытожим. Мне, пожалуйста, я напишу чуть позже пост. Но все, кто хочет поучаствовать в вот этой группе поддержки по дропу, по привату, просто мне поставьте там, я не знаю, в личку. Плюсики, чтобы это самое. Здесь, в принципе, не надо группы забивать всяким бутером. Вот. Чтобы мне было понятно. Я в любом случае пост напишу. В любом случае людей напишу. В любом случае там отреагируйте, посмотрите, как это будет все выглядеть. Потому что надо понять вообще по интересу, какие будут преимущества тех людей, которые именно сейчас пойдут. Ну, я уже сказал, стоимость будет 200 долларов на месяц. Вот. Что останется после этого? То есть доступ к группе именно по вопросам я уберу. То есть из группы будет человека удалять. Но в скайп-чате, который у нас созвон будет общий, он будет всегда оставаться. То есть в любом случае это мы оставим. Это вот тем людям, которые придут именно вот сейчас. То есть мы оставим вечный доступ к скайп-чату. То есть у нас скайп-чат есть как бы общие группы по обучению. То есть там будет все вместе. Вот. Потом что будет еще? Еще я дам доступ на месяц. Ну, то есть насколько времени человек пришел, насколько будет дан доступ до таблицы по выбору товара, я думаю, это сильно упростит. Подумаем, что-нибудь еще предложим. Но это потом уже, когда я всех приведу, всех ребят приведу именно там Дениса, Жене, чтобы они рассказали, как они от себя видят. Вы зададите эти вопросы, потому что тема, надо понять просто тема, насколько вообще она в принципе интересна по именно поддержке. Вот. Потому что тут такое дело, у всех подход разный тому, что надо. Вот. Как многие говорят там, не делайте автоматизацию, не делайте вот эти вот курсы по обучению, потому что вы тогда будете такие же, как и все остальные. Я согласен абсолютно. Мы все равно будем делать в своем стиле. То есть максимально-максимально подходить именно к вопросу, ну, как это самое, с человеком. С человеческим лицом, так скажем. Все равно мы на связи, как были, так и есть. Мы общаемся только с голосом. Вот. Просто отвечать на вопрос, я думаю, ищу форматы для того, чтобы дать максимум информации с минимумом затрат времени. Вот и все. Не для того, чтобы просто там, я не знаю, на поток какой-то поставить, каких-то непонятных чуваков туда поставить, которые будут вам на вопрос отвечать. А именно, чтобы это было полезно. Так, спасибо. Мне тоже было очень приятно, что вам полезно. Так, значит, день сколько по-вашему. Если ввести второй товар на другой цвет, то что будет? Лучше делать новый личник и добавлять вариации. Я еще раз говорил, я вариации добавляю только когда есть паровоз. Паровоз прям вот мощный, который вы не боитесь, что он потойный. То есть любое подкрепление вариации, я могу сказать, это любой стресс. То есть любые изменения с листингом связаны. Вариации в том числе это стресс. И не факт, что хорошо отреагирует. За этот товар должен очень плотно ногах сидеть. И вы должны понимать, чем вы рискуете. То есть вот сейчас я на все свои вот эти бестселлеры везу вариации. То есть я их везу отдельно, потом мы их подцепим. Ну, в принципе, я все рассказал. По поводу плюсиков в личку мне накидайте. Посмотрим там, какой интерес есть. Я в любом случае постом продублирую на этой неделе. В любом случае, ребят приведу, расскажем, покажем. Что я делаю с возвратами. Или отправляю на предцентр. Или, соответственно, сжигаю. Удаляю там. Да, я же не помню. Короче, инициирую. Забыл, как называется. Ну, смысл, короче, уничтожаю. Ну, вот. Или отправляю на этот самый, на предцентр. Но это редко. Чаще всего уничтожаю и все. Потому что нет на это время этим заниматься. То же самое, что с поиском там. Кто мне там единички поставил и все остальное. Вот. Так что есть программы, которые там нам контролируют. Вот у Рубика. Есть программы, которые нам контролируют товары, которые Амазон потерял, изуродовал и так далее. То есть я там раз в квартал к ним обращаюсь и почищаю свои диспоз. Все правильно. Вот. И почищаю свои долги с Амазона. То есть, ну, в любом случае, это полезная вещь. Можно делать реже. Ну, мне кажется, квартала вполне достаточно, чтобы почищать денежку. Чтобы она там сильно не зависала. А то вдруг будет большая сумма, а они зажгут. Ну, я шучу, конечно, с вами. Так. Все. В принципе, тогда всем большое спасибо. Я смотрю, он сегодня у нас под 100 человек был. Я очень рад. Наконец-то какой-то позитив пошел в этих лайвах. Может быть, я что-то делать начал наконец-то. Более интересно. Ну, вот. Меньше гостей стал приглашать. Больше там рассказывать стало. А толку... Народу стало больше. Это приятно. Всем спасибо. Четверг. Пока не знаю точно, что будет. В принципе, планирую гостей. Все время не буду надоедать. Потому что я буду повторяться, рассказать одно и то же. Вот. Стараюсь именно рассказывать, какие изменения произошли. Действительно, кардинально. Вначале я самое важное рассказал, я считаю. По поводу банов, по поводу не верифая, что они делаются. Что можно делать. Какие у вас риски. Все надо делать просто с головой. В комплексе не рассчитывать никогда на один способ. То есть, вот вы идете, я буду делать тот и тот. Так нельзя делать. Потому что ситуация может перевернуться глобально. Завтра вообще уберут не верифай. Завтра вообще там, я не знаю, что-нибудь придумают. Какой-нибудь новый алгоритм. И наши выкупы или там Stormfront перестанет работать. И вот мне очень часто бывает не везет. Вот как вот с третьим рестартом. Я запустил огромное количество товаров. Я съездил, многим помог. Все отлично работает. И я начинаю запускать свои товары. И эта ситуация ломается просто вот на глазах. То есть, я вижу, вот например, у меня товар уже пришел там. Три-четыре дня, а у нас ничего не работает. Мне приходится просто на коленке заново что-то придумывать из того варианта, что есть. Запасные варианты есть, но они все равно, они же все сырые. И бывает рискуешь и ошибаешься. В принципе, вот так. Все, что хотел, рассказал. Всем удачи, всем пока. Хороших продаж под Новый год. Всем пока. Всем пока.